МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разные по своему и содержанию, и по своему, скажем так, по счету. В разных районах они у нас есть и 50-е в Завожском районе, да. И хочу сказать, что сейчас прям обозначу. В железнодорожном районе это будет 44-е наша эстафета, в Ленинском районе 41-е, и в Засвияжском районе это будет самая-самая такая из всех традиционная эстафета, она будет проходить уже в 63-й раз. Задолго до начала сезона эстафета автолюбители начинают споры в интернете. Нужны ли эти забеги и насколько ограничение движения по городу вредит горожанам. Тем не менее, поклонников у традиционного мероприятия больше, чем недовольных. Поэтому маршруты остаются неизменными. Например, в Заволжье перекроют проспекты Ульяновский, Ленинского комсомола, площадь 50-летия Победы. В Засвияжье традиционно будут перекрыты проспект 50-летия ВЛКСМ, улица Полбина, Терешковая, Октябрьская, Бульвар Западный и Московское шоссе. В железнодорожном недоступными для автомобилей на время эстафеты станут проспект Гая, улица Хрустальная, Варейкиса, Кольцевая, Луначарского. В Ленинском районе маршрут пройдет по площади 100-летия со дня рождения Ленина, бульвару Новый Венец и Пластова, улицам Спасская и Радищева. Эта эстафета, она поляризирует все виды спорта, в основном, конечно, легкую атлетику. И участвуют в ней не только легкотлеты, участвуют и пловцы, и лыжники, и борцы, и боксеры. Практически все, кто занимается спортом, все принимают участие в этих эстафетах. О недовольном автолюбителям стоит помнить, что в том числе благодаря этим мероприятиям в первую очередь после зимы ремонтируют главные улицы города. Эстафеты заканчиваются, а дороги остаются. Главное в день проведения эстафеты помнить, что по всему маршруту следования участников эстафет с 8 утра будет запрещена остановка и стоянка машин. Запрет продлится до окончания мероприятий. Поэтому горожанам рекомендуется заранее позаботиться о том, где оставить свой автомобиль, а также продумать объездные пути. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.